МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 июня 1914 года на скаковом ипподроме возле Самары произошел кошмарный случай, наделавший переполоха в городе. В скачках участвовал лучший ездок города Корнет Верховский, пользовавшийся большой популярностью у самарцев. Перед началом состязаний многие видели его в ложах среди публики, живого и здорового, и ничто не предвещало печального конца, который последовал совсем скоро. Жизнь осыпается пачками. Рублей на весеннем свете. В небе, как флаг над скачками, облако высинил ветер. Итак, на дворе у нас с вами 1914 год, и мы находимся на Соборной улице. Но расскажем мы вам сегодня о случае, который произошел на скаковом ипподроме возле Самары. Собравшаяся там 1 июня 1914 года, публика ожидала большого праздника. И многие были уверены, что победу в состязаниях одержит блестящий молодой человек по фамилии Верховский. Кстати, сын председателя местной земской управы, который совсем недавно окончил курс кавалерийского училища и подавал большие надежды. Наездник всегда справлялся даже с самыми непредсказуемыми скакунами. И совсем недавно, 15 мая, он выступал на лошади Эндра, которая, что называется, шалила. А вот сегодня Верховский должен был выступить совсем на другой лошади, Антуанетти, которая не подавала ни малейшего повода для беспокойства. Однако человек предполагает, но не располагает. И несчастье подкралось совсем неожиданно. Споткнувшаяся после преодоления препятствия лошадь выбросила седока из седла. Но это было еще полбеды. Выпав из седла, он мог бы расшибиться, но остаться в живых. Но скакавший вслед за Верховским на лошади Галеи господин Равва не успел свернуть ее. В результате лошадь Равва споткнулась, упала и зашибла господина Верховского, проломив ему череп. На помощь раненому, у которого получилось кровоизлияние, в мозг поспешил присутствовавший на скачках врач Галишевский и карета скорой помощи со всеми положенными средствами. Раненому были наложены швы, делалось искусственное дыхание, но ничто не помогало. И часа через полтора, не приходя в сознание, корнет скончался, а карета доставила его тело на квартиру покойного. Оставим пока несчастного корнета и его лошадь и поговорим о том, чем еще жила Самара в июньские дни 1914 года. Так, в начале июня председателем Организационной комиссии губернской выставки Смирновым было созвано заседание для обсуждения вопросов по устройству сельскохозяйственного миллиардативного отдела. Заседание проходило в помещении губернской земской управы. А вот господин губернатор уведомил губернскую земскую праву о том, что высочайшим приказом по гражданскому ведомству, вновь избранный на текущее трехлетие председателем управы Иньков, был утвержден в этой должности. Губернский инженер, вследствие предложений господина губернатора распорядительному комитету, назначил на 9 июня заседание комиссии по осмотру воинских помещений города Самары. А несколькими днями ранее состоялись собрания канализационной и мостовой комиссий, рассмотревших текущие вопросы. Но мы тем временем возвращаемся на скаковой ипподром, находившийся в нескольких верстах от Самары. Скаковой ипподром, на котором произошло происшествие, о котором мы вам сегодня рассказываем, когда-то находился вот на этом самом месте. Случай с корнетом Верховским произвел удручающее впечатление на публику, который, к слову сказать, на ипподроме было совсем немного. А вот зато за забором порядочно. Кстати говоря, это был третий и последний в этом сезоне день скачек. Первым был разыгран приз главного управления для полукровных лошадей. Записались, правда, на этот забег всего только две лошади. Омлет Шошина и Зара Суботина. Первым пришел Омлет, пройдя дистанцию за одну минуту 35 секунд и завоевав 100 рублей. Далее сражались душа девица, наводчик или дорез. Заявленная ранее орхидея в скачках не участвовала. Им предстояло пройти дистанцию в три версты, а на кону стоял приз в 175 рублей. В результате первым пришел наводчик Кеницера. Массу недоразумений среди азартной публики вызвал заезд для полукровных лошадей не моложе трех лет. В этом заезде участвовали Оксана Шошина и Яшма Голикова. Первой пришла Оксана, но так как ее наездник совершил несколько ошибок, победа была засчитана Яшме, которая почти сравнялась со своей соперницей возле финиша. А вот роковым для корнета Верховского оказался заезд на приз общества Шумова для лошадей, рожденных в России и не моложе четырех лет. Приз равнялся на этот раз двумстам рублям. Верховский скакал на Антуанете и, конечно, взял бы этот приз, но в дело вмешался случай. К слову сказать, знаездник Рави, который также пострадал при падении, быстро поднялся и продолжил участвовать в скачках, в то время, когда врачи пытались оказать помощь Верховскому. И еще о городской жизни в летние дни 1914 года. 1 июня в 6 часов вечера в Струковском саду началось народное гуляние в пользу Мариинского приюта детей-воинов. Кроме военного оркестра, в саду также выступил австро-румынский хор в составе 50 человек. На углу Саратовской и Почтовой улиц на свободном участке Шхабалской земли начались работы по сооружению летнего церкового помещения господина Горца. По смотру закладок легковых извозчиков, полицмейстерам Гориновым были признаны годными к выезду 626 единиц, из которых 70 были признаны единицами первого разряда и получили красные номера, а остальные единицами второго разряда, коим были выданы синие номера. При этом было сделано распоряжение, чтобы во все летнее время извозчики одевались в белые кафтаны и белые фуражки. А вот начальник контроля сборов Волго-Бугульминской железной дороги господин Штейн удостоился быть награжденным орденом святого Станислава третьей степени. Происшествие с Корнетом Верховским хоть произвело удручающее впечатление на публику, но не остановило соревнований. Продолжились состязания и за тот самый приз, который мог бы достаться Антуанетти, но достался магниту бег Мармачева. Кстати говоря, галлея Корнета Равва пришла второй, отстав от победителя всего лишь на 5 секунд. Что-то роковое на этот раз было связано с именем Корнета Верховского, отметили все выходившие в Самаре газеты. Так на Тегеране господина Жеребятьева, на котором должен был выехать Верховский, выехал Корнет Алашеев и тоже упал. Правда, делался легкими ушибами, а вот лошадь его была снята с соревнований. Вообще, надо сказать, что третий и последний в этом сезоне день скачек заставил поволноваться многих. Так на третьем круге споткнулся ястреб Махмутова, на котором ехал ездок Е2, достигший 12 лет. Ездок при этом упал, получил легкие ушибы и ссадины, а вот лошадь сошла со старта. В результате в состязаниях приняли участие Зазноба Ахметьева, Сокол и Бельчик, а приз в 50 рублей достался Зазнобе. Что касается упавшего ястреба и его наездника, мы сами вправе строить предположение, что досталось им, потому что история об этом умолчала. Ну и, наконец, приз в 200 рублей достался в этот день ягоде господина Пашутина и мотору Корнета Равва, тому самому, который совсем недавно отдышал спину Корнету Верховскому. Что касается лошади Верховского, то она также была снята со старта, так как скакать на ней желающих в этот день так и не нашлось. И о летних происшествиях 1914 года. Так, мещанин города Баку Асцейсханов, проживающий в доме номер 48 по Дворянской улице, заявил сыскному отделению о краже у него из незапертой квартиры в женской шубы, стоящей 150 рублей. Дознанием было установлено, что кражу совершил Магомед Абдул Фаттал Аглы, у которого шуба была отобрана и возвращена потерпевшему. А вот у Михаила Червонного, проживающего на углу Соборной Льва Толстого, посредством взлома замка у двери конторы слесарной мастерской, были похищены револьвер системы «Наган» и «Тужурка», в которой находился бумажник с тремя векселями. Подозрение в краже Червонный заявил на своего бывшего мастера, который за пять дней до обнаружения пропавшего скрылся неизвестно куда. Три дня спустя, в среду, 4 июня, на скаковом ипподроме возле Самары было безлюдно и тихо. А вот зато от квартиры погибшего на ипподроме корнета Александра Андреевича Верховского по Соборной улице потянулся печальный кортеж к собору. Возле собора стоял эскадрон «Гусар» с оркестром военной музыки, а в самом соборе молились собравшиеся самарцы. На протяжении двух кварталов от кафедрального собора до улицы Льва Толстого выстроились пешие войска, отдававшие честь обнаженными шашками. Впереди процессии шли нижние чины, которые несли роскошные траурные венки, а далее следовало духовенство и певчие. За катафалком шла лошадь покойного в траурной попоне, а далее эскадрон «Гусар», в котором слушал Корнет Верховский с хором музыки. Замыкала процессию толпа народа. Так что улицы Соборной и Льва Толстого были запружены людьми. Так что пришлось на время остановить движение конки по ним. Необычайная торжественность происходившего привлекла массу любопытных. Писали газеты. На прощании присутствовали господин начальник губернии Протасьев, вице-губернатор Горчаков, предводитель уездного дворянства Граф Толстой, чиновники, военные власти и многие-многие другие. Я обгоню в вагоне. Скрыться рванусь под крышу. Грохот его погони. Уши зажму и услышу. С вами был Михаил Перепелкин.